Рифата Даутова, погибшего после задержания в Башкортостане, похоронили под контролем ОМОНа. Об этом сообщают местные СМИ. По данным журналистов, его семья не смогла даже пригласить всех родных, чтобы похороны не были слишком массовыми. Напомню, Рифата Даутова задержали 25 января из-за подозрения в участии в митинге в поддержку активиста Фаиля Алсынова. На следующий день родственников позвали опознать тело Даутова в морге. Провластные СМИ утверждают, что мужчина мог отравиться алкоголем. Родственники же погибшего считают, что он не пил. Официальную причину смерти так и не сообщили. Уже больше двух недель после протеста в Башкортостане задерживают горожан и жителей небольших деревень. Их вытаскивают из домов и хватают прямо на улицах. Об этом сообщает издание «Верстка». Задержаны преимущественно этнические башкиры из мусульманских семей. Сколько человек сейчас находится в СИЗО, точно неизвестно. Мы только что сказали о том, что похороны состоялись на Тадаутова. И там был ОМОН, полиция. Невозможно было даже пригласить всех родственников, которые могли бы проститься с погибшим. Что это говорит о той ситуации, которая сейчас сложилась в регионе? Ну, вы знаете, в регионе сложилась такая ситуация, что люди, конечно, сказать в ужасе – это ничего не сказать. Мы все обмениваемся друг с другом сообщениями, все друг с другом общаемся. Потому что комьюнити – это довольно плотно. И мы общаемся друг с другом, независимо от того, кто в какой стране находится. И вот я сейчас довольно далеко. Но, тем не менее, я постоянно получаю какие-то мысли от своих соплеменников на озвученную тему. И если коротко, то вот сейчас, конечно, все очень взбудоражены тем, как Хабиров отреагировал на простое, понятное человеческое желание на встрече с аксакалами, так называемыми. Надо еще отдельно проговорить, кто там были. На встрече просто минуты молчания почтить человека, который погиб, так или иначе. И там же Хабиров, он на себя принял функции сразу, что да, следствие. И всего остального, еще и общественного порицания. И сразу объявил о том, что, оказывается, человек там организовывал массовые беспорядки. Оказывается, человек там нападал на полицейских. И, в общем-то, из всей логики Хабировского ответа следовало, что человек заслужил в этой смерти. И все, конечно, в ужасе были от этих формулировок. Но кроме вот этих вот записных таких массовиков-затейников, которых под видом национальных лидеров там собрали. Вот они, конечно, начали сразу Хабирова героически поддерживать, потому что они все получают от него свои 30 серебряников, никак не могут, видимо, от них отказаться. Ну, а вот все нормальные люди, с которыми мы в наших чатиках сидим и общаемся, они просто отвратительны. И, впрочем, 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 как вот сам Хабиров сказал об этом предложении, они называют сейчас самого Хабирова. То есть, на самом деле, он в очередной раз углубил ситуацию. Он в очередной раз все ухудшил. То есть, зачем он вообще собирал людей? Зачем он хотел просто оскорбить вот таким образом? Было же понятно, что там будет хотя бы пара человек, у которых хватит совести, хватит мужества задать им эти вопросы, которые ему хочет задать сейчас миллион людей, например, в республике, которых эта ситуация беспокоит, волнует и оставляет неравнодушными. Ну, вот он сделал то, что он в очередной раз сделал. Потому что он просто наместник Кремля. Потому что он просто делает то, что ему велено. И когда ему говорят про то, что в республике народ плохо живет, и что людей унижают и отбирают, он говорит, что у нас вообще-то тут СВО, и мы должны там все дружно погибать за нашего царя. Это все то, что он ответил людям. Все. В чем с ним вообще разговаривать, я не понимаю. Зачем они вообще к тому приходят, тоже не понимаю. Ну, вот вы упомянули про чатики. Вот журналисты пишут, что в башкирских чатах сообщения о пропавших мужчинах, которых задержали силовики, похожи очень друг на друга. Вот увезли ОМОН для выяснения обстоятельств народных волнений. Увезли из деревни Негаматова, где он был в гостях. Вчера вечером забрали из дома. Помогите найти. Забрали из села Акмурун и так далее. Как вам кажется, это будет продолжаться до команды сверху закончить эти репрессии? Или есть какие-то свои красные линии, за которые силовики не выйдут в Башкортостане? Ну, в России для силовиков вообще сейчас никаких красных линий нет, на самом деле. И они делают все, что они хотят. Я думаю, что они, в общем-то, не рассказывают оригинальным властям о своих планах. Они просто получили команду от своего руководства укатать там все в асфальт. И вот те сообщения про 34 там уголовных дела. Да, на самом деле, мы-то давно знаем о том, что в плане этих дел несколько сотен. То есть в проработке гораздо больше людей, и им ничего не мешает это сделать сейчас. Вот они думают, что такими способами они сейчас всю ситуацию закончат, закроют. И что это сейчас все придет в какое-то снова обожание Путина, обожание Москвы и так далее. Но нет, на самом деле, конечно, этого не будет, потому что это классическая, обычная ситуация, когда заплывшая жиром наглая власть, офигевшая полностью, думает, что можно все вот так решать. Все проблемы можно решать так. То есть не разговорами, не диалогом, не политикой, а просто вот этими вот людьми в космической форме, с дубинками, то есть автоматами, встречи с которыми иногда люди умирают, а потом их объявляют алкоголиками, что они умерли от этого. Но на самом деле это так не работает, потому что есть много людей в Башкирии, которые не ходят на такие гламурные встречи, которые не являются записными общественниками, которые просто являются серьезными, решительными ребятами, молодыми очень часто, очень часто сильными, очень часто спортом занимающимися. Я сам тренировался с такими ребятами в свое время. И поэтому, в общем-то, эта вся история далеко не закончена. Значит, что все еще впереди, я хочу сообщить всем тем, кто сейчас там сидит и радуется. Потому как они героически все позакрывали, и как они героически позапаивали все дырки в этом тяпящем котле. Ну вот родственники говорили, что тело им не отдали до похорон. Некоторые источники говорили о том, что, ну это вот со слов журналистов, которые знакомы с ситуацией, о том, что тело Рифата было, голени были все синие. И, собственно, юристы, которые приехали сейчас помогать задержанным в Башкортостане, говорят о том, что людей пытают, избивают, чтобы добиться нужных показаний, о том, чтобы они признали, что они нападали на силовиков и так далее, чтобы какие-то им сроки больше впаять, говоря таким простым языком. Почему такой непропорциональный ответ? Было ли что-то подобное после предыдущих протестов в Башкортостане? Ну, вы знаете, то, что происходит сейчас, вообще никаких прецедентов не имеет вообще в российской истории, новейшей, да, по крайней мере. Это уже куда-то куда, перемотку назад, куда-то в сторону революции, куда-то в сторону разбора с царским режимом, да, когда там они, я уже рассказывал, в вашем эфире подходили просто к Башкортостане, которая участвовала в Астане, со всех сторон ее окружали, закрывали, сжигали просто всех там, с десними, с женщинами, с стариками. Ну, вот до этого пока не дошло, но я хочу напомнить, что даже такие вещи никогда Башкортостане не останавливали от восстания, от бунтов и так далее, потому что так с людьми разговаривать нельзя, так делать с людьми нельзя. И я думаю, что Башкортостан здесь не одинок на самом деле, это все происходит сейчас по всей стране, и вот эти судорожные попытки режима вот таким образом сейчас всех убедить в том, что все Москва делает правильно, что правильно обобрала всех она, что правильно она все деньги страны отдала двум десяткам негодяев, которые когда-то дружили с Путиным, и что, в общем-то, все должны радостно всему этому кланяться и идти умирать, непонятно за что, непонятно куда. Ну, конечно, это так, еще раз говорю, не сработает, потому что у людей все больше понимания. Республика Башкортостан в данном случае – это один из примеров такого понимания, которое по стране наконец-то возникает. Причем это понимание, если вам заметить, возникло не в элитах. Вот если вы видели вот эти элиты, которые сидели и поддакивали, хабировали на это совещание, да, они действительно сидели и поддакивали, потому что им, наверное, есть что терять. А вот тем людям, которые на площади не цемь давали, которые готовы были идти в тюрьму, в автозак за просто то, чтобы иметь право сказать правду. Вот эти люди не будут поддакивались. И это вопрос весь очередной искры. Я говорю сейчас об этом без злорадства. Я бы не хотел, чтобы было так. Я бы хотел, чтобы перемены происходили мягко и плавно. Но эти люди, которые решают сейчас все в этом Кремле, в таких белых домах, как башкирский, они не оставляют народу никакого выбора, кроме как просто подняться и сместить, как и с отримателем поганой метростью, все вот это, что происходит сейчас.